Слава Иисусу Христу! В эти дни проходили и проходят богослужения, и вчера я был на богослужении в собрании нашей церкви здесь в Киеве, где благочином является отец Алиси Прошак. И 19-20 марта в этом году, получается, вот в эту субботу, прошедшую и воскресенье, здесь в Киеве, как и во многих других городах по Украине, и не только по Украине, вообще по многим другим странам проходила молитва. Молитва ежегодная, молитва против антисемитизма и нацизма. Эта молитва проходит по инициативе киевской еврейской мессианской общины, и с самого начала, с самого первого года наша киевская архиепископия принимает участие в этой молитве. И я, как архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя, благоставлял и благоставляю наших священнослужителей и прихожан на участие в этой молитве, и сам участвую в этой молитве. И знаете, друзья, сегодня 21 марта 2016 года, сегодня уже, хочу сказать слово, послесловие некоторые, что ли, потому что я записывал тоже так программы, и в офисе, и на улице, и в церкви. Записывал короткие слова такие, программы в Туле, также записывал в Москве, в Челябинске. Молитвы, слово пред, перед вот этой молитвой, слово как бы разъясняющее суть вот этой молитвы, потому что, знаете ли, немного необычно для большинства христиан по-прежнему звучит само вот это послание этой молитвы. Само это даже название этой молитвы. Молитва ежегодно, да, молитва против антисемитизма и нацизма. Ведь, на самом деле, многие очень верующие и даже священнослужители порой в недоумении, зачем нам молиться против чего-то. Лучше поставить, наверное, корректнее поставить вопрос молиться за что-то, молиться, допустим, за Израиль, молиться за мир во всем мире, за народы, все народы нашей планеты. Молиться о многих других прекрасных вещах, о чем мы молимся, в общем-то, каждый день, как христиане, как верующие. Но почему вот по инициативе мессианской еврейской общины здесь, в Киеве, и сейчас в разных очень странах и городах, проходят молитвы именно против антисемитизма и против нацизма. Если смысл вообще молиться против чего-то, я убежден, что есть. Я хочу поделиться этим из Божьего Слова. Мы знаем о молитве Иисуса, о том, что Он однажды помолился именно против, конкретно против чего-то. Это был пример такой очень странный на первый взгляд. Он проклял, именно проклял, проклял дерево, не имевшее плодов, знаете ли, и это дерево засохло. И проклятие это сработало. Это очень такой, ну, пример такой довольно страшный. Иисус здесь очень необычно выступает в такой очень необычной роли, потому что обычно, ну, не то, что всегда Иисус в своем служении не проклинал, а наоборот благоставлял. И даже учил нас благоставлять и врагов благоставлять, всех благоставлять. Даже те, кто гонят нас, делают нам напасти какие-то, знаете, или проклинают нас благоставлять. И весь Новый Завет, и вообще Библия Святая учит нас Божье Слово именно не проклинать, а благоставлять. И не молиться против, а молиться за людей, за что-то. Вот, и вдруг в жизни, в служении Иисуса был такой пример. И он даже после этого сказал ученикам своим, что имейте веру, вот, и если вы скажете горе, это и передвинутся, и она передвинется. Такой очень необычный пример. И, как бы, на путьстве. Что это? Должны ли мы ходить и вот проклинать деревья, и чтобы они засыхали? Или же переставлять горы, знаете ли, с места на место? Там, Кавказские горы, Карпатские горы, там, какие-то еще, Татры, там, какие-то еще горы переставлять с места на место. Даже Малунгму, допустим, там, взять и Эверест переставить, допустим, там, не знаю, ну, вот сюда, в Киев, допустим. Для чего Иисус дал такое повеление странное, казалось бы, ученикам своим? И пример, и, значит, здесь, конечно, идет речь не о проклятии деревьев. Вот здесь тоже есть, значит, растения. Зачем их проклинать? Благоставлять надо, надо благоставлять все. Вот, ну, тот пример, и, так же и о горах, о горах. Здесь, в Киеве, нет таких гор больших, значит, только холмы. Но, знаете ли, зачем нам сюда перетаскивать горы, значит, для чего? Или откуда-то убирать их? Здесь идет речь о проклятии не самих людей, а проклятии делу дьявола, духов злобы поднебесной, их деяний, будем так говорить. Проклятие зла. Не проклятие людей или растений, а проклятие именно самого зла. Очень интересная молитва против антисметизма и нацизма. То есть, молитва звучала вот вчера, позавчера и в нашей киевской архиепископии не против нацистов, не против антисемитов. Упости, Господи, нас молиться именно против фашистов, против коммунистов, против антисемитов, против, не знаю, кого, нацистов разных, против кого-то, как людей. Нет, упости нас Господь от такой нелепости и глупости, и антихристианства этого. Мы молимся против самого антисемитизма как духа, потому что люди очень часто находятся на самом деле как заложники этих духов нечистых. Порой люди, как Павел пишет, что бедный человек, что не хочу, то вот делаю. На самом деле люди многие сами даже замечают, что делают то, что не хотят по жизни делать. И порой сами не понимают, почему они именно так считают, так именно верят. Сегодня даже неверующие люди замечают о таком феномене, как промывка мозгов, допустим, как информационная война. То, что сегодня политтехнологии определенно существуют именно. И сегодня даже неверующие люди соглашаются с тем, что есть действительно большая информационная война на этой планете. То, о чем Библия говорила еще уже тысячелетия назад. В общем-то, действительно, Слово Божье учит нас, что мы не только тело, не только видимая часть, что ли, наша, но и невидимая. И очень часто люди даже, встречаясь с антисемитами, допустим, разных мастей или с нацистами, встречаясь с фашистами, встречаясь с коммунистами, там, я не знаю, с кем, разными истами порой, как говорится, иизмами, людей, держащихся всяких измов. Порой люди не могут даже объяснить, почему они именно сторонники вот этих идеологий. На самом деле есть духовное сражение определенное, духовное противостояние. И люди порой находятся под влиянием этих бесов, этих духов. Духи бесовские реальны. И это реальное зло. Это не просто зло такое аморфное, непонятное. Есть конкретные личности, определенные, несущие это зло. Это духи злобы поднебесной. У нас с ними сражение, непримиримая брань, непримиримая война. Потому что, действительно, мы должны сражаться не против плоти или крови, но против духов злобы поднебесной. Против мероправителей тьмы века сего. Против бесов и всякого рода вот этих проклятий. Несущих всякого рода проклятия в жизни людей. К примеру, молясь об исцелении больного раком, я молюсь не только за самого человека, не только прошу милость Божью. Не только призываю имя Господа Иисуса Христа и молюсь за его исцеление. Но я сражаюсь с нечистым духом, духом этого рака, с бесами этими, которые уничтожают человеческое тело, человеческое естество. И сражение происходит нешуточное. Есть духи самоубийства, которые просто толкают людей в петлю, броситься с моста или что-то еще совершить. Вот знаете ли, есть эти бесовские духи. Они человекоубийцы. Потому что дьявол, он есть человекоубийца от начала. То есть, его, как говорится, хлебом не корми, дай кого-то убедить. Он нас ненавидит. Бесы и дьявол, сатана, нас, людей, ненавидят. С самого начала. Наших еще праотцов, как говорится. Нашего пра-пра-пра-пра-пра-пра. Там много раз про отца Адама и про матерь нашу Еву. Он возненавидел жуткой ненавистью. И эта вражда, знаете ли, против рода человеческого, наверное, она потому, как бы, вот, и с самого начала появилась, с самого первого дня нашего пребывания на планете. Потому что мы созданы по образу подобию Божьему. В отличие от всего мира растительного, в частности, вот, или животного мира. Чего бы другого. Все создано Богом, Творцом, но человек был сотворен именно по образу подобия Божьему. Чтобы внести образы подобия Божьего в этом мире. Чтобы действительно быть его, как бы, иконой, его образом Бога в этом тварном мире, физическом мире. И, знаете, друзья, чтобы преобразовывать этот мир, чтобы быть сотворцом, будем так говорить, творить в этом мире. Возделывать эту землю, значит, и заботиться об этой планете. Но враг рода человеческого, дьявол, с самого начала вел непримиримую войну. И до самого пришествия Иисуса Христа, до Бога воплощения, человеческий род был, по большому счету, беззащитен. Да, Господь наносил такие точечные удары Духом Святым по делам тьмы. Да, Бог призывал пророков, помазывал царей, порой, для того, чтобы рассеивать дела тьмы. Но, знаете ли, в те времена, очень, почти всегда, война эта духовно была связана с войной физической. Потому что, действительно, люди были в этой войне заложниками. Действительно, и поражая бесовский мир, оккультный мир, знаете ли, были в поражении и люди. Целые народы. И это было очень страшной историей. Нам очень повезло, что мы родились, конечно, в эпоху уже Нового Завета, в это время благодати. Уже два тысячелетия назад произошло удивительнейшее событие, планетарного масштаба. Пришел в мир тот, о котором Новый Завет говорит Духом Святым, что Он есть свет к просвещению всех народов. И слава народа своего Израиля. Две таких, будем так говорить, ипостаси, служения в Иисусе Христе переплетаются. С одной стороны, Он есть свет к просвещению всех народов, как о нем было сказано Духом Святым в Новом Завете. С другой стороны, в том же Новом Завете, тем же самым праведным Симеоном, было сказано, что Он есть слава народа своего Израиля. И потому что в такой не очень дружной семье народов нашей планеты, даже порой совсем не дружной семье, знаете ли, в этом хаосе вражды и насилия, есть народ, Бог создал еще один народ дополнительно, помимо всех уже существовавших народов после Великого Разделения в Вавилоне, которое произошло трагически, так вот, знаете ли. Бог создал еще один народ для славы своей, с особым поручением, особым посланием и служением, быть царством и священством, народом святым, взятым в удел, для особого служения, которое совершалось и совершается на планете. И Израиль является тоже некой иконой всемогущего Бога, его образом и подобием. И слава Богу, что 2000 лет назад пришел Иисус Христос для того, чтобы спасти грешников, для того, чтобы освободить людей. И 2000 лет назад история поменялась радикально, этой войны, Великой войны, по сравнению с которой и Первая мировая, и Вторая мировая, и все остальные войны, которые ввело человечество вместе взятые, ничто просто в сравнении с этой Великой войной. Это Великая война, о которой, увы, очень много людей на нашей планете даже не подозревают. Это война, которая идет уже тысячелетия. Это война, которая идет на нашей планете уже в библейской хронике, если брать библейском летоисчислении, уже 5776 лет. Эта война, которая продолжается с первого... Ну, началась она не очень удачно для рода человеческого, вообще неудачно. Началась она с поражения. Эта война, и тем она запомнилась нам, людям, с поражения наших прародителей, Адама и Евы, с отпадением от Бога, с грехом падения, как мы порой христиане именуем это. И все люди, все мы, люди, родившиеся на этой планете, несем в себе, знаете ли, с самого зачатия, с самого рождения. Вот это, будем так говорить, историческое воспоминание, генетическое, которое в каждом человеке есть, историческое воспоминание о той победе врага над нами, о том поражении рода человеческого. Это злое начало, как еще люди говорят, в человеке. Это в еврейской традиции называется эцер, эцерара, то есть злое начало в человеке, в нефиша, в душе. И мы, христиане, обычно именуем это злым началом, или же именуем это грехопадением, или проклятием таким определенным, которым в народе есть человеческом. И первородным грехом, так библейски, если так богословски брать термины, первородным грехом. Но 2000 лет назад пришел Ишуа Машиах, Иисус Христос, который пришел с миссии разрушать дела дьявола. Написано о его пришествии, о его служении земном, что именно это главное в его собственном служении, это именно разрушение дел дьявола. То есть он пришел как разрушитель, такой как некий терминатор, что ли. Знаете, все там разнести в духовном мире, все эти твердыни, все эти вот, какой-то там дьявольский, если бы как по фильму терминатор, скаймин, захвативший мир, это как бесы, которые захватили этот мир. Людей сделали, по сути, рабами, заложниками. Только лишь в одном народе, в том самом израильском, еврейском народе, сохранялась истина во всей полноте, истина Богопочитания. О том, что Бог един, о том, что Господь любит этот мир, о том, что Бог не отрекся от этой планеты, и само существование даже Израиля, еврейского народа. Вот все тысячелетия нашей истории человеческой, до пришествия Иисуса Христа, или, как мы говорим, до нашей эры, это есть свидетельство Божьей любви, свидетельство того, что Бог не покинул эту землю, не отрекся от нас, не поставил на нас крест, но в плохом смысле слова. Он не проклял, а действительно Он хочет спасения, хочет спасти. И в Новом Завете, в Евангелии Атеана, есть вот этот стих, который мы называем ключом, золотым стихом Библии, который говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И Отец, Сущий на небесах, благостовенное имя Его, Он отдал Сына Своего для спасения тебя, имени каждого из нас, для спасения рода человеческого. И сам Иисус Христос, придя на эту землю, Он творил дела Божьи, демонстрируя это разрушение дел дьявола, исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых даже. Там случай один вообще самый шикарный, конечно, из всех описанных в Библии, это в служении Иисуса, это воскрешение Лазаря, когда этот друг Иисуса, семьи, он заболел, и он умер, и был уже четвертый день после его смерти, и Иисус, он пришел и воскресил друга своего из мертвых. Хотя уже четвертый день был, уже смерть дело тела, но открыли гробницу по его повелению, приказу, и после молитвы Иисуса, краткой, Лазарь вышел, вон, вышел из этой гробницы, обвитой этими пеленами. Народ был в ужасе, многие уверовали в Иисуса, как действительно в Сына Божьего, как в Господа, пришедшего на эту землю, потому что, если бы Иисус пришел в первых три дня и воскресил друга своего, конечно, он бы дал повод многим людям, большинству Израиля, считать, что это пророк, или посланный Богом, да, помазанный Богом пророк пришел, знаете ли, но, согласно иудейской теологии, если уже три дня прошло после смерти, то уже воскресенье уже невозможно, или же возможно только лишь в последний день, точнее, в последний день, когда будет всеобщее воскресенье, воскресенье мертвых. И так верили и Марфа, и Мария, они говорили Иисусу, что да, воскреснет наш брат, в последний день он воскреснет, но Иисус сказал в Евангелии Теанн 11, 25, Он сказал, Я есть воскресенье и жизнь, верующие в Меня, если умрет, оживет. И Иисус воскресил друга своего, Лазаря, в четвертый день, уже смердящего Лазаря, вонючего, уже близники разложения были на лицо, но Лазарь воскрес, Лазарь воистину воскрес, слава Богу. И это стало знаком того, что Иисус не просто пророк, не просто учитель, пришедший на эту землю, помазанный Богом, нет, это Бог, ставший человеком, это, как мы говорим в теологии христианской, Боговоплощение, называемое. Слово стало плотью, и обитало с нами, полной благодати и истины. Сын Божий стал сыном человеческим, это потрясающая картина спасения рода человеческого. И если и говорят в этом мире о всемирном еврейском заговоре, то да, он есть, но не так, как порой антисемиты понимают об этом заговоре в своем, знаете ли, ограниченном представлении, таком религиозно-политическом. А есть всемирный еврейский заговор, главным заговорщиком, которым является сам Создатель, благостовенный Отец Наш Небесный, который отдал Сына Своего, Иисуса Христа, как бы внедрил в нашу планету, как вот там в старом этом советском сериале про Штирлица, который пришел, и как бы вот он был как по виду, как обычный, как и все вот там фашистской Германии, но он работал на совершенно, значит, против, по сути, как бы внешне он похож был, как и все остальные офицеры, там, значит, там эти и генералы, офицеры Третьего Рейха, но по сути его сердце было совсем другое, и он был совсем другим, он другим был, из другого плоти, он из другого теста, как бы слеплен, он пришел именно конкретно разрушать, вот эти вот, изнутри как бы делать это разрушение, и вот Иисус, он пришел, чтобы Богом был послан, как бы внедрен, как бы в систему человеческую, в эту планетарную систему нашу, чтобы разрушить мировое зло изнутри, чтобы принести освобождение, чтобы действительно победа совершилась, и да, его будем договорить, в отличие от того фильма, его не только вычислили, но и убили, но казалось бы смерть, да, и поражение, но это стало, на самом деле, это стало грандиозной победой, потому что Иисус Христос, Он воскрес из мертвых, Он восстал из могилы, и Он вознесся на небеса, благословен Господь Бог наш, умерший, воскресший, и вознесшийся, и Он обещал вновь прийти, уже как судья живых и мертвых, это мы в каждом литургии на богослужениях, мы это исповедуем в символе веры, и говорим верою, и там, если прочее, мы говорим, что Он придет вновь осудить живых и мертвых, и царства Его нет конца. Дорогие друзья, братья и сестры, и мировое зло, вот и в частности апогеем, которым является антисемитизм и нацизм, как таковой, оно существует и по сей день, и оно до пришествия Иисуса будет существовать, знаете ли, это зло, но, как и смерть, но уже поражение великое совершено, 2000 лет тому назад, и сегодня нам Бог дал власть, силу и власть разрушать дело дьявола, потому что, когда мы молимся за людей, мы молимся молитвы покаяния, примирения с Богом, молимся молитвой за исцеление людей, молимся очищая людей от грехов их, и от болезней их, воскрешая мертвых даже, очищая прокаженных, то этим самым несем царство Божие людям, освобождение, потому что каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый очищенный прокаженный, каждый воскрешенный мертвый, это как будто бы, знаете ли, еще одна пять земли, отвоеванную царство тьмы, перешедшая в царство света, хотя мы знаем, что вся победа, она совершится только лишь после возвращения уже, второго пришествия, как мы говорим в нашей теологии христианской, второго пришествия Иисуса Христа, потому что первое пришествие было славным, но оно было более таким конспиративным пришествием, знаете ли, значит, таким скрытым пришествием, то второе пришествие будет уже настолько явным, что Иисус сравнил, это как вот молния блистает, говорит, от одного края до другого края неба видна, вот так же будет и пришествие Иисуса Христа, второе его пришествие, уже как судья живых и мертвых, и будет всеобщее воскресение, и будут грандиозные победы, вот тогда последний этот самый враг, против которого мы сражаемся здесь на земле, этот враг, имя которому смерть, он будет поражен, и смерть, и ад будут брошены в озеро Огненное, это будет смерть вторая, это будет уничтожение и смерти, и ада, и знаете, друзья, слава Богу, что Бог возлюбил мир и отдал своего Сына Единородного за нас, в эти дни мы молимся о том, и продолжаем молиться, сегодня уже 21 марта, молитва звучала здесь в Киеве 19 и 20 марта, но мы на этой неделе торжества православия, как вот именуется в нашем календаре православном церковном, на этой неделе до самого 27, ну до 26, точнее, марта включительно, мы продолжаем, как бы некое это послесловие, по празднеству совершаем, продолжение этой молитвы совершаем, о том, чтобы действительно разрушались дела дьяволов в судьбах людских, и пусть миллионы и миллионы душ, обманутые на сегодняшний день, пока еще обманутые многовековой, такой религиозной ложной пропагандой, антисметизма, нацизма, пусть обратятся к свету истинным, обратятся к тому, кто есть свет к просвещению всех народов, к тому, кто на кресте взял грехи всех нас, к тому, кто примирил с собой весь мир, ведь на кресте Иисуса Христа, в его святой крови, совершилось примирение рода человеческого, и для нас знак креста, это напоминание о великой победе Иисуса Христа, о том, что он умер за нас, за меня, за тебя, за каждого из нас, и люди разных национальностей, разных культур, разного цвета кожи, разных наречий, все примирились через кровь Иисуса Христа, и хотя вражда еще и расовая, и межнациональная существует, но это как последствия вот этой войны, знаете ли еще, издержки этой войны, но однажды это все прекратится, вчера с нашим благочинным, отцом Алексеем, мы, протереем, мы общались, здесь в Киеве у него дома, как раз и обедали, значит, там и общались, и знаете, мне очень понравился пример, который он рассказал, в его понимании, как вот все это происходит, вот то, что, ну в частности мы говорили о благодати, о законе благодати, вообще именно о благодати спасения, о том, что человек вот спасается, спасен через веру в Иисуса Христа, по благодати, просто даром Божьим, мы спасены, дар Божий, это не от нас, это Божий дар, и вопрос такой, значит, ну почему же тогда после, вот многие задают даже, наши христиане задают, почему после спасения, казалось бы, покаяния, возрождения, но еще продолжают грешить, и вот, отец Алексея рассказал, такой пример, он в селе жил, там, Бобрица, по-моему, Каневский район, значит, там, Черкасщины, он там, ну сейчас киевлянин, но вообще он с Черкасской области, и он рассказывал, что вот, когда петуху, там, допустим, раз, рубит голову, ну, извиняюсь за подробности, но, как бы, ну, отрубили голову, допустим, и вот, уже голова, уже отдельно, петух отдельно, но петух, вскакивает, и продолжает бежать еще какое-то время, как будто бы он еще живой, хотя он уже все уже, уже голова отсечена, он уже покойный уже, ну вот так же вот и все, уже, крестом Иисуса Христа отсечена глава врага, значит, и в нашей жизни греху уже нанесено, это смертельное поражение, но, вот по инерции еще это тело бежит еще, знаете ли, куда, но, мы знаем, что, Иисус Христос даровал нам победу над грехом, даровал нам просто, просто, не победу, даже не то, он дал нам новую жизнь, новую сущность, уже это не мое, потому что, когда человек грешник, невозрожденный, допустим, грешит, он от этого получает удовольствие какое-то, кайф, как говорят, он живет этим, он наслаждается этим, но человек возрожденный, он уже даже, если он вляпался где-то в грязь, то он понимает, что это не его, это не его просто суть уже, он другой, вымытая свинья, идет валяться в грязь, потому что это ее свойство, даже если ее отмоют, медалями навешивают ее на выставках, ее в сарай поместят, она снова в грязь упадет, потому что это ее, но человек, поменявший свою суть уже, новый человек, он наслаждается другими наслаждениями, радостью в Господе, любовью к Богу и окружающим, и пусть Господь Бог благострирует всех вас, дорогие друзья, Да, и вот то, что произошло в эти дни, 19 и 20 марта, в этом году, в 2016 по нашему гражданскому летосчислению, здесь в Киеве и в разных городах и странах молитва, я напомню, ежегодная молитва против антисемтизма и нацизма, я убежден, что отсекаются какие-то главы Совершается какое-то поражение в духовном мире этим бесам, и я ожидаю, что вот после этих молитв, впоследствии этих молитв будет какое, покаяние миллионов душ, и здесь в Украине, и в разных странах мира, покаяние в антисемтизме, в нацизме, и освобождение от этих мертвящих пут, От этих, знаете ли, пелен греха, и как вот Лазаря, Бог воскресил, но потом Иисус сказал ученикам, снимите с него эти пелены, то есть, Господь, я верю, воскресит очень многие души через веру в Иисуса Христа, Но нам, ученикам своим, я верю, Господь, как и тем ученикам, дает задание снимать какие-то пелены, какой-то плат с головы, какие-то пелены вокруг этих покойников, уже которые ему не нужны, это даже его убьет, в конце концов, если это останется на нем, это смердящее, это спокойненько, нужно снять это, И вот нам, как реформаторской православной церкви Христа Спасителя, значит, как православным реформаторам, обновленцам, приходится много снимать этих пелен с ума человеческого, знаете ли, как плат с этого, с Лазаря, с тела человеческого, вот, как с того Лазаря снимать пелены, с тела Христа вообще много снимать надо этих пелен определенных, Это и многобожие, которое, вот я повторю, одно из важнейших служений нашей церкви, это как раз разоблачение всякого многобожия в христианстве, в частности, вот у нас в православии наиболее инфицированным этим недугом, это молитва всякого рода посредникам, как бы дополнительным, помимо единственного и неповторимого посредника, первосвященника Иисуса Христа, Господа нашего, это идолопоклонство, почитание крестов, икон, мощей, там, значит, религиозный оккультизм, вот, почитание мощей, потому что это уже даже более не идолопоклонство, не идолослужение, а даже это более уже оккультизм, именно конкретно бесовское учение в христианстве, это очень прискорбно, конечно, что до сих пор это существует в нашем мире православном, увы, и тысячи священнослужителей просто-напросто находятся под гипнозом вот этого оккультного учения, и общение с бесами нам православным, я убежден, незачем, оно нам ни к чему, нам необходимо общаться с Духом Святым, а пока мы молимся к Богородице, к другим умершим святым, к ангелам, пока мы целуем иконы, кресты, мощи, пока в престолах наших, значит, мощи и на антиминцах, и с этими костями, там, с головами, там, с ребрами, черепами, там, с тупнями, там, руками, и прочими фрагментами человеческих тел, мы носимся по всем этим городам и селам, знаете ли, никакого общения с Духом Святым не может быть даже и речи, даже лучше не заикаться, потому что это только будет, только себе же еще хуже сделаем грехом таким, знаете ли, насчет языка своего, потому что никакая совместимость храма Божьего с идолами, что общего у света с тьмой, что общего, значит, у Бога истинного, вот с тем, что мы себе подводумывали, и выдаем это за Бога, это не приведи Господь, конечно. Другого Иисуса придумали себе вообще, другое Евангелие какое-то придумали, другое христианство, и сегодня пришло время освобождаться от этого всего другого, 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 а пришло время настоящего, истинного, слава Богу. И вот, дамы и господа, братья и сестры, значит, я убежден, что также и из вот этих, этого болота антисметизма выйдут души, потому что людям необходимо прозреть, остановиться и покаяться. Вообще любой нацизм и вражда межнациональная, это грех, но антисметизм является уникальным, просто грехом, вот в этом комплексе грехов будем договорить, потому что здесь имеется, имеем мы дело с ненавистью по отношению к народу Божьему, избранному для особого служения в этом мире, к народу, имеющему особое поручение в этом мире, от Бога, особое задание в этом мире, это очень прискорбно. Я даже многим священникам, нашим православным священникам, ну не реформаторской церкви, конечно, а вот таких традиционных церквей православных, я говорил, антисметизм, я говорил, что знаете ли, друзья, братья, если даже отцы, если даже в еврейском народе не было бы ни одного порядочного человека, значит, кроме Иисуса Христа, спасителя моего, который за меня пролил свою еврейскую кровь, то ради даже одного Иисуса Христа я бы любил и уважал весь еврейский народ. Знаете ли, но, как моя бабушка правильно говорила в свое время, что нет плохого народа, есть плохие люди. В разном народе есть разные люди, конечно, и в еврейском народе также есть очень разные люди. А что, нет в украинском народе или в русском народе, или в белорусском, или в американском, или в китайском, негодных людей, недостойных людей. Вот, знаете ли, да в любом народе есть разные люди. Но Бог любит всех нас, и Он хочет спасения всем нам. А вот эта вражда межнациональная, она очень глупа сама по себе, потому что есть одна только лишь раса, раса людей, которая является действительно светом в этом мире. Потому что Бог создал вас по образу, по дубе своему. Если свет этот стал тьмой, к сожалению, если образ Божий помрачен, если вот так вот, знаете ли, в грязи этот алмаз, если все это подернулось уже такой тиной, знаете ли, это не повод говорить, что все это уже не ценно. Нет, любая душа человеческая очень цена Господа. Бог очень любит каждого из нас. И если мы достаем этот алмаз, достаем это сокровище из грязи, и ставим тогда уже, зажигаем на подсвечнике, ставим свечу эту, то радуются все уже, слава Богу. И Бог хочет всех спасти. Бог хочет всех спасти, абсолютно всех. И Он таки спаситель всех, слава Богу. Потому что Иисус Христос умер за всех, один за всех. И вот все мы за одного, за Иисуса Христа. И потому, как вначале сказал, так и хочу завершить, что ни в ком другом нет спасения, кроме Иисуса Господа нашего. Он есть любовь Божья к этому миру. И благоставение Божье всем вам благоставляю, благоставением священников из Библии. Благоставляю, кстати, это, наверное, будет созвучно как раз в молитве вчерашней, позавчерашней молитве. И сейчас в нашей архипископии продолжающейся молитве против антисемитизма, нацизма. Я спою и на еврейском также языке. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Иисуса Господь, иисуса Господь, иисуса Господь. Бешаем Иешуа, Ганнашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии. Аминь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, из города Киева, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя Киевской архиепископии. 21 марта 2016 года. С миром Божьим. Мир всем. И по скриптам скажу, что воскресенье 27 марта. Всех вас жду на служении здесь в Киеве. Станция Метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. С 9 часов утра. Лифтом поднимайтесь, проходите через проходную, лифтом поднимайтесь на четвертый этаж. Это здание предприятия УТОСа, общества слепых. И потому как в Киеве до сих пор мы пока не имеем своего храма, и наша церковь здесь арендует помещения различные. И в частности на Кловской, это в центре города фактически, возле Палаца Спорту, проходит богослужение. Кстати, каждое воскресенье в 9 утра проходит богослужение до 12. И проводят в основном здесь как раз благочинный наш, протерей Алексей Прошак. Да, в этом воскресенье я вновь буду здесь. Пусть Бог благословит всех вас. С миром Божьим мир всем. Продолжение следует...